Сегодня эфир посвящен новому союзному договору, которые хотят реализовать фактически Путин и его команда сначала с Белоруссией, а потом с Казахстаном. Сегодня еще Комитет национальной безопасности заявил о том, что якобы предотвратил теракты. Я хотел бы прокомментировать и этот вопрос, для чего все это делается, рассказать какие-то примеры, чтобы вы понимали логику всех действий султана Назарбаева. Вот январь у нас очень такой горячий, обычно январь медленно продвигается, после новогодних каникул все события развиваются медленно. Но, как вы можете обратить внимание, у нас в Казахстане все двигается очень быстро и горячо. Как я ранее говорил, еще 26 декабря Жанна Бота на своем фейсбуке написала, что власть готовит межнациональные конфликты, и эти конфликты произойдут не в Алма-Ате, не в Астане, а в регионах Казахстана. Теперь, сегодня, наши комитетчики затеяли новую провокацию о якобы неких террористических акциях, которые должны были быть проведены в нашей стране. И еще такие же довольно активные события происходят между Белоруссией и Россией. Также активизировалась работа так называемого Евразийского союза. Очень много таких фактов происходит, которые, на мой взгляд, должны показывать логику, куда стремится вся эта система. Наши граждане страны больше думают сейчас в основном о выживании, не вникают в политику. На самом деле, вот сегодня молодой человек выступал в эфире, его выступление было распространено, и он действительно еще раз подтверждает правила. Только наши равнодушия, только то, что мы не интересуемся, что происходит в политике, приводит к развалу в стране, к обнищанию коррупции. И в этой связи наша политическая организация «Демократический выбор Казахстана» хочет, чтобы наши граждане были образованы, сильны и грамотны, чтобы наши граждане активно занимались политической деятельностью, интересовались и знали, какие мировые процессы происходят, и понимали, каким образом наша страна могла бы действительно стать передовой сильной страной. Поэтому наша цель, в том числе, не только добиться смены власти, но и в том, чтобы наши граждане действительно стали гражданами своей страны, не были рабами, принимали решения. Но для этого, я думаю, что очевидно, что наши люди должны быть образованы и хорошо разбираться в так называемых политических хитросплетениях. Они очень простые, и сегодня я хочу рассказать о замыслах Нурсултана Назарбаева, Путина и Лукашенко. Итак, последние 5-6 месяцев прошлого года я заранее обсуждал и информировал вас, что Нурсултан Назарбаев хочет интегрировать во власть Даригу Назарбаеву. Сейчас она сенатор, назначена указом Назарбаева депутатом Сената и председателем Комитета обороны и промышленности. И очевидно, что Нурсултан Назарбаев хочет ее интегрировать во власть, опасаясь, что события могут развиться неконтролируемо, если с ним что-либо произойдет, он покинет этот мир. И члены его семьи, как он считает, попадут под удар его окружения. Власть будет перехвачена так же, как в Узбекистане, когда Ислам Каримов неожиданно умер. Все его ближайшие родственники были отстранены от власти. Сейчас к власти прошел Мирзиоев. И существует запрет на упоминание Ислама Каримова. И все его ставленники фактически сняты с постов. Идет тотальное уничтожение следов правления Ислама Каримова. И когда я озвучил, что Нурсултан Назарбаев хочет передать власть своей дочери, точнее даже не передать, он хочет ее встроить во власть, при этом сам оставаться рулить страной, наверное, многие не поверили моим заявлениям. Но, как вы знаете, все юридические приготовления уже сделаны. Нурсултан Назарбаев сейчас глава Совета национальной безопасности, внесены поправки в Конституцию, различные законы, которые закрепляют право так называемого лидера нации не быть президентом, но при этом рулить всей страной, даже если президентом будет кто угодно. То есть фактически он будет оставаться главным лицом в стране. Вот такие незаметные перевороты Конституционной произошли в прошлом году в нашей стране. Затем уже осенью начала поступать информация, что Центральная избирательная комиссия начала формировать свой состав на всех уровнях, в регионах, в центре. И последняя дата была порядка, по-моему, 20 декабря, когда все члены избирательной комиссии были уже сформированы. Как вы понимаете, это возможно только тогда, когда идет подготовка к выборам. И главой Центрального избирательного комитета или комиссии был назначен указом Назарбаева его родственник, куда до Риги Назарбаевой, дочь Берека Имашева, бывшего министра юстиции, вышла замуж за сына до Риги Назарбаевой, Нурали Алиева. То есть они ближайшие родственники. Таким образом, все подготовления для того, чтобы провести досрочные выборы президента Казахстана, были сделаны в прошлом году, в 2018 году. В 2017 году были внесены соответствующие поправки, которые не позволяют кому-либо просто так выдвиваться на должность президента. Только в том случае, если ты являешься членом зарегистрированных партий в Казахстане, а не все под контролем султана Назарбаева, это первое. Второе. Если ты проработал на государственной службе не менее пяти лет, только в этом случае ты можешь выдвигаться на должность президента Казахстана на досрочных выборах. Как видите, Нурсултан Назарбаев проводил всю эту подготовку очень тщательно, и многие этого, конечно, не видели. Затем пресса Нурсултана Назарбаева начала распространять информацию, лживую, что якобы выборы президента состоятся в декабре 2020 года, и процитировали слова Нурсултана Назарбаева, что до выборов еще два года, посмотрим, никаких досрочных выборов якобы не будет. Вот. Но он так размыто сказал, но пресса это выдала именно таким образом. Здесь у меня спрашивает, Мерзеев тоже диктатор или демократ? Демократ или диктатор очень просто определяется. Есть ли право у народа выбирать? Есть ли право народа отстранить руководителя страны от власти? В Узбекистане Мерзеев пришел фактически в результате смерти Ислама Каримова. Его от власти невозможно отстранить. Он диктатор, и он строит страну по образу Назарбаева, когда весь бизнес будет разделен между Мерзеевым и его родственниками, и ближайшим окружением, и вся власть в руках Мерзеевы. Поэтому очевидный диктатор, в Узбекистане ситуация многократно хуже, чем в Казахстане. То есть у нас очень плохо, там еще хуже, в Туркмении еще хуже. Вообще думаешь, где же дно? Даже Северная Корея, казалось бы, дно. Но бывает и хуже, как выяснилось. Итак, теперь, чтобы этот проект реализовать, Султан Назарбаев сейчас готовится к выборам. Я уже озвучивал, что по законам страны выборы должны проходить в декабре. И они по законам страны должны пройти в декабре 2019 года, а не 2020 года. Потому что в апреле 2020 года истекает пятилетний срок нахождения у власти на Султана Назарбаева. А по законам нашей страны и Конституции, президент страны не может быть у власти более пяти лет. То есть, если выборы произойдут в декабре 2020 года, Назарбаев будет у власти пять лет восемь месяцев. Что противоречит нашим законам. И, соответственно, очевидно, что выборы по законам страны должны пройти не позже декабря 2019 года. Соответственно, вы прекрасно знаете, я опять же предыдущий эфир говорил, что Назарбаев всегда проводит выборы неожиданно, досрочно. То есть, если по законам страны выборы должны пройти в декабре 2019 года, очевидно, они пройдут как минимум за полгода раньше. То есть, это в первом полугодии. И эти выборы можно ожидать, что они пройдут весной 2019 года. Это скоро будет объявлено. И все подготовительные шаги в этом направлении активно делаются. Вот, собственно, в январе произошли события в Караганде, когда наши граждане потребовали... Как в случае, когда произошло с Теном, который был убит человеком, который пытался похитить зеркала с его автомашины. И тогда наши люди требовали отставки министра внутренних дел, Калмухамбета Касымова. Требовали разобраться. Но, как вы видели, Нурсултан Назарбаев не отдал Касымова, не наказал. Более того, чуть позже даже заявил, что Касымов лучший полицейский страны, честный и порядочный. И никакого такого разбора полетов, широкого резонанса, именно работы, деятельности Министерства внутренних дел не было. Хотя на улицы вышли тысячи людей с требованием навести порядок и разобраться с этой ситуацией. В Караганде была такая же ситуация, когда люди тоже требовали от полиции навести порядок и честно провести расследование. Что сделала власть? Власть все это развернула якобы на межнациональные этнические разборки. Это было сделано сознательно, чтобы таким образом нивелировать протест, дискретировать протест. Так было в 1986 году, когда Нусултан Назарбаев вместе с советской властью называл нашу молодежь наркоманами, хулиганами, бандитами. Так было в 2011 году в Жаназене. И так они хотели сделать и в Караганде. Но здесь в этот раз они хотели эту ситуацию, когда люди протестовали, перевести на межэтнический конфликт. Назарбаев специально формирует такие ситуации, разворачивает свою сторону, чтобы то население, которое чувствует, что якобы придут в власти казахские националисты, которые будут зажимать другие национальности, чтобы они свой голос отдали за Анну Султана Назарбаева или его, скажем, подставное лицо, как Дарига Назарбаева. И также очень много у нас народа, которые хотят, чтобы межэтнические конфликты никак не использовались, и чтобы все граждане страны были равны перед законом. И такими действиями, такими провокациями Назарбаев этих людей тоже хочет перетянуть на свою сторону, чтобы беспрепятственно, без возмущения назначить на должность президента Даригу Назарбаеву и таким образом реализовать свои планы. Здесь у меня спрашивает, если вдруг Шал умрет, будут ли конкуренты Дариге, которые постараются снять ее. Если, например, Назарбаев вдруг неожиданно умрет, я уже много раз говорил, политическая система не поменяется. Она будет такая же авторитарная, такая же беспредельная, такая же преступная, потому что власть в стране контролирует мафиозная группа во главе с Нурсултаном Назарбаева. Если мафиози Назарбаев уйдет, то вместо него придет представитель его мафии, например, Карим Масимов. Каждый из них постарается, конечно, если Дарига Назарбаева не успеет получить необходимые полномочия, не успеет получить контроль над силовыми службами, каждый из этих людей постарается убрать Даригу Назарбаеву и возглавить страну. Я знаю, что много людей, сейчас поменьше, но был период, когда хотели Иманголит Асмагабетов. Я по этому поводу иронизировал, что наш народ какой-то удивительно наивный. А как можно говорить, что если придет Карим Масимов, станет хорошо, или то же самое Иманголит Асмагабетов, который был премьер-министром страны, был руководителем администрации президента Нурсултана Назарбаева, был его первым помощником, был мэром Алматы, был вице-премьером, был мэром Астаны, был министром обороны, ближайший сторонник Назарбаева, ближайший его заместитель, член мафии Нурсултана Назарбаева, как можно надеяться, что это мафиози, ставший миллиардером, ни дня не работая в бизнесе, будучи только государственным чиновником, как можно надеяться, что такой мафиози, заместитель Нурсултана Назарбаева, придет в куласть, И вдруг в стране оказывается что-то изменится. Только потому, что он говорил на казахском языке какие-то патриотические слова, насколько нужно быть наивным. Просто удивительно. Поэтому, когда вы задаете мне вопрос, говорите, что конкуренты попытаются убрать Даригу Назарбаеву в случае неожиданной смерти Нусултана Назарбаева. Да, они будут это делать. Но ничего не изменится в нашей стране, потому что все властные полномочия на всех уровнях, Акима областей, городов, сама партия так называемый Нур-Атан, все правительство и окружение Нусултана Назарбаева это одна мафиозная группировка. И если вместо Нусултана Назарбаева придет член его мафии, а это политическая верхушка, то в стране не будут никакие изменения. Будет продолжаться тот же самый грабеж, который сейчас происходит. Поэтому не нужно надеяться на смерть Шала. Более того, как я еще раз много раз повторял, нам нужно желать ему хорошего здоровья, чтобы именно мы его сместили с этой должности, посадили в тюрьму, в назидание всем тем, который возомнил себя выше народа. Мне задают вопросы по терроризму. Итак, какая цель у этой власти? У этой власти цель создать ощущение беспокойства, страха, ненадежности, нестабильности. А потом сильная рука приходит, все эти проблемы решает. И поэтому все эти конфликты, которые переводятся на межнациональный уровень, или появляются так называемые террористы, какие-то якобы взрывы организовываются, они делают с этой властью с целью создать этот страх у народа, а затем фактически добиться то, чтобы эти запуганные люди голосовали за сильную руку, которая якобы справилась с террористами. Как вы видите, произошли какие-то непонятные задержания, но история нашей страны показывает, что ни один террорист, ни одна террорическая группа не проявлялась. Проводились якобы какие-то закрытые суды, фамилии не были известны, в чем суть обвинений не были известны, поэтому мы все должны однозначно понимать, не было никаких террористических угроз, это сама власть искусственно создает такие ситуации, чтобы запугать народ Казахстана и реализовать свои планы по внедрению во власть, дорогие Назарбаевы, на данный момент. Теперь я хочу вам рассказать на самом деле о планах Нусултана Назарбаева, которые были еще в 2006-2007 годах. Есть в интернете так называемый проект Суперхан. Суперхан предполагает, что Назарбаев еще будет властвовать или клан Назарбаев в ближайшие 30-35 лет. То есть эта программа была написана в 2006 году. Она стоит в интернете, есть в ютюбе так называемый проект Суперхан. Тогда предполагало, что Назарбаев получит контроль над всей экономикой. В банках будут специальные комиссары, его представители. Все банки должны быть взяты под контроль. Собственно, вы видите, это и сделано. Сделано было приблизительно в 2010-2011 году в основном. В 2009 году был захвачен банк БТА, затем был захвачен банк Казком. И весь финансовый сектор сейчас минимум 90% контролирует Нусултан Назарбаев. Также он контролирует промышленный сектор. Весь крупнейший бизнес страны находится под контролем Нусултана Назарбаева, его зетев и близкого окружения. В этом же проекте Суперхан была программа, что все политические партии должны быть под контролем, конкуренты должны быть уничтожены, зачищены, посажены в тюрьмы. Это тоже сделано. То, что сейчас происходит в Казахстане, это был проект Суперхан, разработанный так называемой группой советников во главе с Александром Мирчевым. Этот проект Суперхан вы можете почитать, еще разработан в 2006 году, и вы увидите, что многое из того, что там было написано, уже реализовано. В 2006 году Нусултан Назарбаев думал, так власть перестроит, чтобы тоже контролировать всю власть. Премьер-министром он думал, чтобы был Карим Масимов, преданный на его взгляд человек, исполнитель. И Дариган Назарбаева должна была возглавить Сенат, стать вторым человеком страны. И на должность президента была идея назначить мебель. Мебель я называю нынешнего Хасанжамар Такаева, который возглавляет Сенат страны. Это была бы модель такая же, как в России, когда во власть пришел Медведев, занял позицию президент страны, а премьер-министром стал Путин. И через какое-то время они снова поменялись местами. Тогда Нусултан Назарбаев думал вот такую конструкцию построить. Это был 2006-2007 год. Нусултан Назарбаев главной своей целью все время считает это сохранить власть в стране. И вот такого рода конструкция, на его взгляд, позволяла поддерживать власть клана Нусултана Назарбаева на длительный период времени. И насколько это возможно было, бесконечно, так он считал. Но жизнь носила коррективы, были разные ситуации. Его личное доверие к Владимиру Путину тоже упало. Особенно после того, как в 2008 году Путин осуществил интервенцию в сторону Южной Осетии. В России была война с Грузией. И после 2008 года Назарбаев, собственно, перестал уже верить словам Путина. Мы должны знать еще, что во времена еще Ельцина между Россией и Белоруссией было подписано соглашение или договор, так называемый, о союзном государстве. Тогда предполагалось, что Ельцин слабый, он был пьющий, по сути дела алкоголиком был, не управлял государством. Страной России в то время управляло его ближайшее окружение и еще ряд бизнесменов, как называли их, олигархи. И когда этот союзный договор был подписан, Лукашенко предполагал, что пройдут выборы и предполагал, что у союзного государства будет союзный новый президент. Предполагал, что будет настройка политической виде союзного нового парламента, надстройка, то есть наднациональный орган. И тогда батька Лукашенко думал, что на этих выборах победит и фактически возглавит союзное государство, состав которого ходят Россия и Белоруссия. Но после того, как Ельцин передал власть Путину, через какое-то время Путин показал свои зубы. И где-то в начале 2000-х годов Лукашенко окончательно понял, что союзный договор нельзя реализовывать, что он не сможет стать во главе союзного государства. И президентом союзного государства может стать только Путин, а не он. Поэтому он начал динамить союзный договор, и этому союзному договору уже больше 20 лет, и этот союзный договор никак не реализовывался. То есть реально все соглашения, которые были подписаны для реализации этого союзного договора, это единые вооруженные силы, это объединенный парламент, надстройка верхняя, президент будущий. И там масса всяких пунктов этого союзного договора, они не реализовались. И вот, обратите внимание, приблизительно в декабре прошлого года началось интенсивное наступление Путина на Лукашенко. Россия фактически является донором Белоруссии. Чтобы вы понимали, свыше 95% газа, который получает Белоруссия и использует в качестве отопления на своих станциях для производства электрической энергии, этот газ Белоруссии получают из России. До 2014-2015 года большие объемы нефти шли на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, и Белоруссия имела разных всяких плюсов, от этого порядка 2 миллиардов долларов в год. Это реально была косвенная субсидия Белоруссии со стороны России. Фактически вся основная продукция Белоруссии продается в Россию. Практически вся основная продукция. То есть зависимость Белоруссии от России огромная. Это в реальности независимая страна на бумаге. А на самом деле это является прямая губерния Российской Федерации, якобы со своими деньгами, но полностью зависимая от экономической политики России. И вот, собственно, теперь, после того, как экономика России стала ухудшаться, среди введением санкций, из-за агрессивной политики Путина по захвату Крыма, по деятельности, террористической фактической деятельности на востоке Украины, где Донецк был захвачен сепаратистскими силами, и там введены российские войска, после введения политических и экономических санкций, экономическая ситуация в России стала стремительно ухудшаться. Сейчас, теперь, в последние годы Путин разными способами поджимает Белоруссию, фактически требуя, чтобы Белоруссия начала двигаться по пути реализации соглашений о союзном государстве. Именно в декабре прошлого года, пользуясь тем, что у Белоруссии существуют серьезные экономические проблемы, и Россия отказалась компенсировать 300 миллионов долларов, которые Белоруссия считала Россией обязанной, должна, фактически загоняет его в ситуацию, когда Лукашенко будет вынужден, значит, не просто подписать этот союзный договор, и начать реализовывать. То есть, речь идет о том, что Белоруссия в реальности интегрируется полностью в Россию и потеряет свою независимость. Хотя в договоре говорится о независимом государстве, который подписал союзный договор, типа про образ Советского Союза, но из двух государств. Но в реальности, зная агрессивный подход Путина о неком русском мире, который он пропагандирует, очевидно, что такая версия союза приведет к полной потере независимости Белоруссии. Почему я это все вам рассказываю? Вы мне сейчас задаете вопросы про Альянсбанк, БТА-банк. Это, знаете, я вам рассказываю очень серьезные вещи, а вы меня спрашиваете о птичках. Это просто говорит о том, что, к сожалению, многие из вас не представляют масштаб угроз, которые надвигаются на нашу страну и мыслят категории маленького переулка или соседнего дома напротив вашей крыши, и вы не осознаете, какие угрозы надвигаются на нашу страну. Мы сегодня обсуждаем в нашем прямом эфире о союзном договоре, терактах и выборах. Здесь я вижу, один из наших сторонников, Хапшах пишет, админы, я что-то не то пишу, вроде адекватные вопросы. Они неадекватные по теме сегодняшнего выступления. Сегодня у нас тема «Союзный договор», теракты, выборы и так далее. Причем здесь Альянсбанк, причем здесь БТА-банк, о чем вы говорите? Вы тему почитайте, посмотрите, о чем мы сегодня обсуждаем. Одним словом, в России методично принуждает Лукашенко определиться и пойти на реализацию союзного договора, а фактически стать частью России. И, надеюсь, вы понимаете, что это первый этап. Первый этап, следующий после Белоруссии, после того, как будет реализовано соглашение о союзном договоре, следующий этап – это Казахстан. И сегодня я выставил видео, где Путин предлагает более глубокую интеграцию. Более глубокая интеграция, которая, по сути, говорит о том, что он настаивает, чтобы и Казахстан, и Белоруссия сдали в этот так называемый Евразийский союз свой суверенитет. Еще в 2013 году Назарбаев сказал, я его цитирую, «Мы с вами говорили, и не хотелось бы повторять, но политизация, создаваемая союза, недопустима. Такие направления, как охрана границ, миграционная политика, система обороны и безопасность, а также вопросы здравоохранения, образования, культуры, правовой помощи по гражданским и административным уголовным делам, не относятся к экономической интеграции, не могут быть перенесены в формат экономического союза». А теперь послушайте, посмотрите это видео, где выступает Путин, где он четко озвучивает направление, где должна быть так называемая интеграция. Она, по сути, противоречит словам Нусултана Назарбаева, которые он заявлял в 2013 году. То есть идет так называемая попытка интеграции по формату Путина. Я очень хорошо знаю, но султан Назарбаева много раз встречался с Лукашенко. И вы, если посмотрите на это видео, вы можете обратить внимание, Лукашенко взволнован, он обозлен, он не хочет входить в никакие союзы, но испытывает мощнейшее давление со стороны Путина. Посмотрите на султана Назарбаева, он хоть там зевает, но он лихорадочно наливает стакан воду, нервничает и нервными глотками пьет эту воду. Такое же видео вы можете увидеть, есть оно на просторах интернета, когда в 2000 году Серег Болсын Абдилин, лидер коммунической партии Казахстана, в парламенте делал депутатский запрос Нусултану Назарбаеву, когда он спрашивал, что за Казагейт, что за миллиард долларов лежит в швейцарских банках, которые были арестованы. Отчитайтесь, Нусултан Абишевич. Назарбаев тоже сидел, слушал, также нервничал, пил нервными глотками воду, и здесь ни у кого не должно быть иллюзии. Они оба нервничают. Что Лукашенко, что Назарбаев. Потому что сейчас наступила ситуация, когда Путин методично проводит свою линию. Он хочет создать единое союзное государство, ввести единую валюту, построить наднациональные структуры в этом союзном государстве, когда будут отдельно созданы парламентские институты, то есть парламент отдельно, наднациональный, Министерство обороны наднациональный, то есть фактически наднациональные правительства над Казахстаном, Россией и Белоруссией. То есть первый шаг создания Евразийского союза, которым хвастается он сутан Назарбаев, это был уже первый шаг потери суверенитета страны. Сейчас идет уже второй шаг, когда создаются наднациональные структуры, подписываются те или иные соглашения, которые фактически приводят к потере суверенитета Казахстана. Я хочу сейчас вам всю технологию, каким образом строится разная модель, переходная передача власти для дороги, будущая настройка, которая позволит, на взгляд Нусултана Назарбаева, сохранить свои капиталы, сохранить частично власть, но самое главное, сохранить и капиталы, и жизнь клану Нусултана Назарбаева у ближайшего окружения. Он сейчас думает именно над этим. Давайте мы представим себе, что мы сегодня добились смены режима. Что мы сделаем? Мы в первую очередь арестуем Нусултана Назарбаева. Для его ареста у нас достаточно юридических механизмов. Как я ранее выступал, говорил, что Нусултан Назарбаев нелегитимный президент, и все законы, которые он подписывал, все поправки, которые были внесены в Конституцию, тоже являются нелегитимными, потому что никогда в нашей стране не было честных выборов, потому что те поправки и законы, ограничивающие право граждан, которые участвовали на выборах, они противоречили международным договорам, которые подписал Казахстан, а значит они незаконны. Раз незаконны, то все поправки в законы, которые подписал Нусултан Назарбаев, касающиеся его безопасности, касающиеся того, что он не по сути, являются нелегитимными. Поэтому у нас есть полное юридическое право арестовать такого нелегитимного президента. И у нас очень много доказательств, которые говорят о том, что Нусултан Назарбаев похищал из бюджета страны десятки миллиардов долларов совместно со своим ближайшим окружением и своими ближайшими родственниками. И вот понятно, что Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет. Он у власти в должности президента, так называемого президента, и первого лица государства уже 30 лет. И он обеспокоен, что потеряет власть. Как вы знаете, все руководители авторитарных стран заканчивали плохо, теряли направление на то, чтобы укрепить свою позицию клана Нусултана Назарбаева во власти. И Нусултан Назарбаев строит второй предохранительный механизм, который позволит сохранить свои капиталы, свою жизнь, в случае, если вдруг он потеряет власть в стране. Как я уже сказал, что если мы понимаем в случае отстранения Нусултана Назарбаева от власти, какие действия осуществляем, это все прекрасно понимает сам Нусултан Назарбаев. И здесь мы ему, исходя из того, что он понимает все эти угрозы, давайте рассмотрим, как эти угрозы он хочет избежать. Ну, во-первых, он хочет именно силами правоохранительных органов, подавить любое сопротивление. Но пример Армении показывает, что когда на улицы выходят десятки, сотни тысяч человек, представители силовых служб переходят на сторону народа. Поэтому, конечно, он будет подкупать представителей силовых служб, поднимать зарплату, решать какие-то социальные вопросы. Но это только первый этап. И это не помогает в случае, если десятки, сотни тысяч людей выходят на улицу. То есть, никакие правоохранительные силы его не спасут. И он потеряет власть. Его еще беспокоит активность различных кланов, которые неожиданно могут в случае смерти Назарбаева отстранить Даригу от возможностей контролировать власть в стране. Поэтому он сейчас все усилия направляет на то, чтобы назначить президентом страны Даригу Назарбаева, при этом контролирует власть. И, таким образом, назначив еще представителей и руководителей своих силовых служб лояльных к ним, людей, таким образом, он надеется сохранить власть. И вот третий, последний механизм, который, на его взгляд, позволит сохранить как капиталы, так власть, так и жизнь его самого и членов его семьи. Эта часть, которую вы никогда не слышали, это построение союзного государства с Путиным. Именно по образу Белоруссии, когда существует три союзных государства, Россия, Белоруссия и Казахстан, и строится наднациональная настройка президент этого союзного государства, во-первых, парламент этого союзного государства, правительство этого союзного государства, единая оборонная политика этого союзного государства, то есть возврат к Советскому Союзу. Что хочет султан Назарбаев? Он мечтает, что будет построена новая модель политического устройства, нескольких государств, когда в новом объединенном государстве президентом будет Путин, сам Нусултан Назарбаев возглавит объединенный парламент, объединенный парламент, представляющий Россию, Казахстан и Белоруссию, и он получает дипломатический межгосударственный иммунитет, он уважаемый человек в этих трех государствах, и в свою очередь должен получить определенные гарантии Лукашенко. Лукашенко в этой модели предполагается станет вице-президентом союзного государства, который состоит из России, Белоруссии и Казахстана. Вот давайте теперь проанализируем ситуацию. Куда может бежать Нусултан Назарбаев, когда потеряет власть? Он, если убегает в Европу, то очень быстро там будет задержан, арестован. Мы, как новая власть, обязательно принесем огромное количество доказательств, что Нусултан Назарбаев это мафиози, это коррупционер, это преступник, который убивал людей, и любая западная страна выдаст его обратно в Казахстан. Любая. Есть две страны, которые потенциально могут дать убежище Нусултану Назарбаеву и членам его семьи. Ну, может быть, еще какие-то страны, но они не такие большие, и у Казахстана будет достаточно политических и других возможностей, чтобы добиться их экстрадиции в Казахстан. Я когда говорю их, я имею ввиду Нусултана Назарбаева и его ближайшего окружения. Вот, собственно, если говорить о двух странах, где потенциально Нусултан Назарбаев может получить убежь, и его не выйдут, это Китай и Россия. Я сразу могу вас заверить, если идет речь о Китае, то он в Китай не поедет. Ну, во-первых, для него Китай это чужая языковая среда, в Китае это авторитарный режим, не сильно отличающий от Казахстана или от России. В Китае в год десятки тысяч людей расстреливают как коррупционеров. В Китае фактически Нусултан Назарбаев будет находиться под домашним арестом и все его родственники, и весь его капитал будет захвачен Китаем, и он фактически останется ни с чем. Более того, есть риск, что он сам просто будет расстрелян китайскими властями за тельные преступления. Но, кроме всего прочего, кроме всех этих рисков, Нусултан Назарбаев понимает, что если он попадает в Китай, то наш народ будет его считать китайским агентом, шпионом, преступником, будет его проклинать, это первое. Второе, у Китая большие интересы в Казахстане, и Китай не так сильно интегрирован, как Россия, именно идеологически в нашу страну. И у нового правительства Казахстана, у правительства демократической выборы будет достаточно рычагов влияния на Китай, чтобы фактически принудить правительство Китая вернуть Назарбаева, экстрадировать его в Казахстан. У Китая много интересов в нефтегазовой сфере, других разных отраслях страны, и поэтому они легко могут пожертвовать Назарбаеву и вернуть его к нам, новому правительству, чтобы мы провели суд над ним и посадили его в тюрьму. И получается, что у Назарбаева единственное место, где он может себя ощущать в относительной безопасности, это Россия. Собственно, сейчас в России находится бывший президент Украины Янукович, там есть и другие беглые президенты со страны СНГ, поэтому Назарбаев надеется, что именно Россия в крайнем случае его не выдаст. Но я хочу сказать, что это тоже ненадежное убежище, потому что в России тоже проходят различные акции, митинги, и Россия неизбежно станет демократической страной, это не за горами, буквально несколько лет и в России произойдут изменения, это неизбежно, это неизбежно, что Путин будет отстанен от власти, неизбежно, что он тоже, как и Назарбаев, понесет ответственность за все свои преступления, поэтому если смотреть в долгосрочной перспективе, то шансов Назарбаева даже в России нет, но он все-таки надеется, что это Россия империя, может быть менее сильная, чем раньше, не может быть даже точно, но все-таки это его последний шанс, что он там получит убежище сам и члены его семьи, поэтому подписание союзного договора дает определенную защиту на султана Назарбаева и членов его семьи, он будет иметь возможность, как тот же самый Акаев из Киргизии, из Кыргызстана, переехал в Москву, получил убежище, получил статус профессора в Московском государственном университете, у него есть капиталы, он наворовал вместе со своим сыном и зетями, когда управлял Кыргызстан на 15 лет, в общем, у него относительно более-менее приличная жизнь, в Москве он живет, и Назарбаев думает, что в крайнем случае, если власть у него будет отобрана, и если новое правительство будет его преследовать, он думает, что найдет убежище в России, именно конкретно в Москве. Поэтому сейчас идет отработка ситуации, когда Казахстан будет двигаться по пути Белоруссии, а именно строительство союзного государства по образу и договорам, которые подписала Белоруссия с Россией. И вот эти активные выступления на видео, где я вам показывал, что говорит Путин, внешнее поведение Лукашенко и Назарбаева говорит о том, что они находятся на перепути, перед выбором. Или Путин шаг за шагом будет оказывать давление, и они с ним разругаются, но тогда не исключено, что Путин будет поддерживать оппозиционные силы внутри страны, внутри Казахстана. И там наступят такие же события, как в Кыргызстане, когда российское телевидение полностью выступило фактически на стороне оппозиционных сил, которые выбросили Бакиева с должности президента, тогда российские СМИ критиковали Бакиева, нападали на него и поддерживали, чтобы этот режим был снесен. То есть и у Назарбаева, и у Лукашенко выбор, если они будут слишком долго сопротивляться, не типа версии союзного государства, в какой-то момент Путин может играть на то, чтобы Насултан Назарбаев и его клан потерял власть и во власть пришли более лояльные для Путина люди. Вот на что надеется Путин. Вот те самые угрозы, которые он транслирует и Лукашенко, и Назарбаеву, тем более, что этот проект в таком формате был реализован в Кыргызстане. Поэтому сейчас Назарбаев идти будет по двум направлениям. Первое, он будет пытаться назначить президентом страны Даригу, при этом сохраняя власть над Казахстаном. Второе, он будет методично идти в фарватере курса Путина, и через какое-то время, если в итоге Лукашенко сдастся и будет реализован вариант Путина по созданию союзного государства в формате того, что они хотят, следующий на очередь будет Казахстан. Но сейчас в рамках евразийского сообщества шаг за шагом Путин хочет отобрать часть суверенитета у Казахстана, у Назарбаева фактически вот именно тем, что говорит о строительстве союзного государства в виде различных надстроек. Сегодня вы видели, речь идет о надстройке, о правительстве и других соглашениях, которые фактически приводят к потере суверенитета нашей страны. Вы знаете, что Путин фактически ведет себя как неадекватный человек, как сумасшедший политик. Сейчас военная доктрина, которая озвучена Путиным, предполагает, что Россия может применить ядерное оружие в случае даже неядерного конфликта, в случае, если Россия чувствует, как они пишут, опасность своей стране. Но на Россию никто не нападает, никто не угрожает. Угрозы идут только со стороны Путина, ближайшим соседям. Поэтому, с учетом того, что Казахстан, Белоруссия и другие страны бывшего Советского Союза являются членами ОДКБ, это договор коллективного безопасности, а договор коллективной безопасности, организация коллективной безопасности, в нем главную роль выполняет Россия. Как вы знаете, все эти конфликты, все эти трения, которые идут у Путина с миром, приводят к тому, что против России применяются различные экономические и политические санкции, они больно бьют по экономике Казахстана. Фактически, мы, как бы, вроде бы независимое государство, а зависим от безумных решений самого Путина, удары по экономике России отражаются и на Казахстане. Поэтому, представьте себе, что когда будет союзное государство, где президентом объединенного союзного государства будет Путин, заместителем будет Лукашенко, а председателем объединенного парламента будет Нусултан Назарбаев, когда в Казахстане президентом Казахстана будет Дарега, а Беларуси будет ставленник Лукашенко, это так называемое союзное государство будет рулить всеми процессами в наших республиках И очередная авантюра Путина приведет к тому, что мы как страна окончательно потеряем независимость. Путин проводит агрессивную политику, не спрашивая мнения своих союзников по евразийскому сообществу. Он проводит свою политику, а мы фактически попадаем в полную зависимость от России, от политики Путина. Казахстан потерял суверенитет. И на то, чтобы Нусултан Назарбаев ушел от политической ответственности за совершенные преступления против народа Казахстана. Что мы должны делать? Я сейчас рассказал о шагах Нусултана Назарбаева. Теперь мы должны озвучивать наши действия. Наши действия следующие. Мы не должны давать Нусултану Назарбаеву реализовать свои планы. А если он их реализует, я имею ввиду первый этап назначения президента на стране Дариги Назарбаевы, то это должно привести к таким процессам, чтобы катализировать возмущение наших людей и фактически добиться полной смены режима Нусултана Назарбаева. Назначение Дариги Назарбаева на должность президента должно дать нам осознание того, что наша страна прекращает становиться независимым в полном юридическом смысле. Она сейчас, конечно, под властью Нусултана Назарбаева. И мы должны добиться, добиться, сменить этот режим, выйти из евразийского сообщества и проводить независимую самостоятельную политику. Как я ранее говорил, правительство демократического выбора Казахстана будет проводить дружественную политическую и экономическую политику со всеми странами мира, в том числе с нашими соседями Китаем, с Россией, с Узбекистаном и с другими странами. Но мы будем проводить выгодную и независимую политику для нашей страны. Мы не будем идти на политические союзы, которые приводят к потере нашего суверенитета, к потере наших возможностей управлять самостоятельной страной. Мы не пойдем ни на какие союзы, если это грозит суверенитету нашей страны. Здесь кто-то говорит, что зачем Россию уничтожать. Никто, во-первых, не хочет уничтожать Россию. И кто-то говорит, надо Путин убрать и все. Это недальновидный комментарий, я уже до этого говорил. Что, например, в Казахстане смерть Назарбаева ничего не даст. Построенная политическая система, где на всех власть сидят мафиозы, члены мафии, ну султан Назарбаева. Поэтому смена Назарбаева ничего не даст. Если говорить о России, если Путину убрать, то тоже ничего не изменится. Все его заместители, парламент, главы регионов, это все члены его мафии. И поэтому смена одного Путина ничего не изменит. Надо кардинально менять политическую систему нашей страны или самой России. Только тогда можно говорить о том, что будут какие-то изменения. Это очень наивно, что якобы если человек его сдвинул, и ничего не изменится. Это было в Советском Союзе. Руководители менялись. А эта репрессивная система, как Советский Союз долгое время существовала, угнетала другие страны во всем мире. И даже когда Советский Союз развалился, в связи с тем, что модель управления фактически осталась прежней, это авторитарная модель, которая фактически повторяет принципы управления Советского Союза. Уважаемые друзья, я сегодня вам подробно рассказал, что планирует Нусултан Назарбаев, что суверенитету Казахстана большая угроза. Мы на примере Беларуси можем наблюдать, какие события будут происходить. Лично я противник Евразийского Союза с Путиным или с Лукашенко. Нам союз диктаторов не нужен. Мы будем проводить независимую экономическую политику, когда власть в стране будет контролировать правительство демократического выбора Казахстана, когда не будет должности президента, когда все решения будет принимать парламент, депутаты, представляющие интересы всего народа. На этой неделе мы объявим о новых наших инициативах, которые, на наш взгляд, приведут к тому, что наши ряды пополнятся умными людьми, теми людьми, которые знают, как управлять страной, регионами, своим населенным пунктом, различными отраслями. Мы должны сформировать огромный слой управленцев, мы должны иметь тысячи лидеров в нашей стране, чтобы построить новую демократическую страну. И мы на этой неделе выйдем с новыми инициативами. Продолжение следует... Нашей задачей является консолидация общества. Нашей задачей является нахождение наших союзников в 5% от всего населения страны. Это всего 1 миллион человек. Именно этот миллион человек, активный слой, активный слой тех, кто думает о будущем нашей страны, должны консолидироваться, объединиться. И мы в этом году должны добиться смены режима Нусултана Назарбаева. И, собственно, эта инициатива, которая будет озвучена мной на этой неделе, должна решить те проблемы, которые сейчас существуют в стране. А именно, отсутствие на всех уровнях власти независимых, сильных людей, которые смогут вести страну и сделать страну сильной. Как я многократно говорил, сильную страну делают сильные, независимые и свободные люди. Наша задача собрать вокруг демократического выбора Казахстана миллион сильных и независимых людей, добиться смены режима и построить новую демократическую страну. Вот это главная наша цель и задача. Вот это ответ на вопрос, что делать. Нам нужно объединяться. Нам нужно вовлекать в наши ряды как можно больше таких сильных инициативных людей, проводить повседневную агитационную работу и добиться в этом году реализации наших планов. На этой неделе я предложу вашему вниманию план действий. Сау Волгдар, до следующего эфира. Редактор субтитров А.Семкин